Приветствую, друзья! Меня зовут Екатерина Захарова, в эфире ХайТек. Это значит, что вас ждут уникальные гаджеты, самые интересные новости из мира технологий и обзоры популярного софта. Начнем с анонса. Итак, сегодня вы узнаете. Когда ямальцы смогут подержать в руках новое банкното номиналом в 200 и 2000 рублей? О чем вам может рассказать новый интеллектуальный помощник по имени Алиса? А также свежий мультобзор от Киры на эмоджи-фильм и топ интересных техно-новинок для дома. Это и не только. Прямо сейчас. Разве могла я подумать в своем детстве, что суперпопулярная песня конца 90-х «Владивосток-2000» группы «Мометроль» на самом деле пророческая? Даже он сам, наверное, недоумевает. Писал вроде обычную песню, а предсказал вот в России новой банкноты. Новую двухтысячную купюру украшают красоту Владивостока, а ее коллегу номиналом в 200 – город-герой Севастополь. Новая купюра отличается не только изображенными на них достопримечательностями, но и цветом. Банкноты номиналом в 200 рублей зеленого цвета. На них размещены символы Севастополя, памятник затопленным кораблям на лицевой и вид на Херсонес Таврический на оборотный. Банкноты в 2000 рублей синие. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский на Дальнем Востоке, на оборотный – космодром Восточный в Амурской области. Новые банкноты многим напоминают евро, хотя это вряд ли можно назвать минусом. Купюра напечатана на хлопковой бумаге с полимерной пропиткой. Как говорится в пресс-релизе на сайте Центрального банка, это обеспечит их высокую износостойкость и продлит срок жизни. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код, считав который можно узнать на сайте Банка России про художественное оформление банкнот и их защиту. Ведущие экономисты страны уверены, что новые купюры сократят разрыв между номиналом, что станет гораздо более удобным для наличных расчетов. Также новые банкноты возьмут на себя часть нагрузки, которая сейчас лежит на сотнях и тысячах – самых распространенных купюрах в общем обороте. Первым делом они появятся в тех городах, символы которых на них изображены – и в Москве. А уже к Новому году, возможно, доберутся и до наших краев. Как только это произойдет, я надеюсь, первые подержу их в руках и, конечно, покажу вам. Поднимите руки те, кто уже не мыслит своей жизни без китайского интернет-магазина Алиэкспресс. Судя по залам китайских пакетиков, на нашей почте, уверена, вас немало. Я тоже еще недавно была отчаянной поклонницей этой торговой площадки, пока не нашла другую. И вот уже два месяца, как я не захожу на Алиэкспресс. Ведь цены в моем любимом магазине гораздо меньше и всегда бесплатная доставка. Не буду затягивать интригу, об этом магазине вы, скорее всего, уже слышали. Его рекламируют по центральным каналам телевидения, название простое и легко запоминается – «Жум». По сути, это тот же посредник между китайскими производителями и потребителями всего мира, только гораздо умнее. Как говорят сами разработчики, мы отслеживаем ваше поведение на сайте и предлагаем вам лучшее из того, что вы ищете. Что касается цен, то они такие же, какие были на Али пару лет назад. Возможно, это временное явление, но нам, желающим сэкономить, это не особо важно. Сразу скажу, с сайтом я не знакома вообще, пользуюсь приложением, на которое наткнулась в Google Play. Зацепил более удобный интерфейс, не перегруженный лишними вкладками и рекламными баннерами, которыми Али в последнее время уж очень пестрит. Сразу после установки приложения мне было предложено выбрать интересные для меня категории товаров, после чего открылась вкладка «Лучшая», наполненная самыми интересными новинками, важной для меня категории. Здесь тоже есть избранные товары, что удобно. Доставка только бесплатная, это тоже неплохо. Хорошо работает отслеживание покупок, удобнее, чем на Али. Единственный недостаток в том, что товары до Ярселя доставляются так же долго, но здесь скорее не их вина, а наших служб доставки. Лично мне уже пришло два заказа с этого магазина, к качеству нет вообще никаких вопросов. Товары хорошо выглядят и прекрасно выполняют свои функции. Никаких помятых упаковок и торчащих ниток. Каким магазином пользоваться, решать, конечно, вам, а я свой выбор уже сделала. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезной. На прошлой неделе новостные ленты всевозможных сайтов, посвященных технологиям, пестрили сообщением. В России представлен первый интеллектуальный помощник. Зовут Алиса, разработчик Яндекс. Устанавливайте и пользуйтесь. В общем, я взяла и установила. У девочки нет имени. Шутка. Меня зовут Алиса. Алиса идет по стопам Сирии и Картана. И, по словам пользователей, вполне их превосходит. Это, кстати, как раз объяснимо. Интеллектуальный помощник на русском языке должен быть русским. Только так можно добиться максимальной эффективности. Алиса умеет в свободной форме отвечать на вопросы, искать информацию в интернете, подсказывать маршруты или погоду на завтра. Но главное даже не это, а то, что для нее не обязательно формулировать вопросы буквально. Она способна вас понять, что говорится с полуслова. Привет, Алиса. Где заправиться? Где поесть? Или хочу кофе? Только сразу замечу, ввиду того, что наша геолокация плачет горючими слезами, на особую информированность Алисы не рассчитывайте. Лучше попросить ее включить любимый трек или подсказать актеру из кино, или разрешить затянувшийся спор. Алиса работает на технологиях нейронных сетей и прошла обучение на большом массиве текстов. Со временем разработчики даже планируют обучить Алису обращаться к различным сервисам, чтобы она смогла посоветовать фильм или вызвать такси. А уже сейчас ее можно попросить открыть приложение Инстаграм или ВКонтакте. Голос у Алисы довольно известный. В российском прокате им говорит Скарлетт Йоханссон. Еще одна приятная функция Алисы – с ней можно просто поговорить, если скучно. Она способна поддержать разговор и обладает привычным чувством юмора. Спросите ее, чей Крым, к примеру. Кто смотрел мультфильм «Ральф»? Или российскую психоделику под названием «Калабанга». Если хоть что-то из этого вам знакомо и даже нравится, то новинки под названием «Эмоджи-фильм» – все шансы захватить ваше внимание. Наш критик уже оценила новинку и прямо сейчас поделится с вами впечатлениями. Всем привет! Меня зовут Кира Суперфеклана. И мы сегодня снимаем меня, чтобы показать эмоджи-фильм. Это такой… Это мультик, конечно же, а не фильм. Просто так придумали. У нас есть главные герои. Это Мэ. Ну, это был такой смайлик. Мэ. И вот там еще есть «Дай пять». Есть еще какая-то девочка. Когда у нас этот Мэ отправился там… Есть такое здание, где там много смайликов. Очень много. Они там в роли такого, такого любого смайлика. Как у вас на телефоне. СМС-ка! Запускайте Мэ! А? Кого? Меня? О, нет! Чего это он? Не до лица! И что это? Еще у девочек и мальчиков была вся жизнь только в телефонах. Они друг друга ощущались и еще что-то. СМэ очень глючило его. Очень глючило. И поэтому они хотели, чтобы он стал настоящим Мэ. Кажется, я знаю, что делать. Нам нужно попасть туда, где еще не ступала нога смайлика. Отправились сначала в такую игру. Вы иногда играете. Кэнди Крэш. Чтоб я еще хоть одну конфету съел. И игра подумала, что… Что Мэ – это он конфет вообще. Алекс уже скоро удалит все данные. Нам нужно узнать мастер-пароль. Доступ запрещен. Придется еще разом. Стой. Что? Доступ запрещен. А если вы хотите узнать, что с ним случилось в конце или до конца, тогда просто посмотрите этот мультик. Он уже вышел, я его посмотрела. Он очень интересный. Говорю, гарантирую. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Наш сегодняшний топ будет посвящен самым новым гаджетам, которые предназначены для использования в быту. Для них совсем не обязательно устанавливать систему «Умный дом». Они вполне самостоятельны и смогут облегчить вашу жизнь. Итак, топ гаджетов для дома. Уверена, что любители аквариумных рыбок среди нас не меньше, чем кошатников и собачников. Только вот для меня забота об аквариуме и его питомцах видится в сто раз сложнее, чем вы гулять и помыть собаку. Хотя с новым изобретением владельцам стеклянных домов для рыб станет легче. Все потому, что этот робот способен чистить аквариумные стекла от грязи и водорослей, а также производить неустанный видеоконтроль происходящего в аквариуме. MOAI имеет новаторский вид. Весь корпус выполнен из гладкого пластика и имеет круглую форму. По периметру корпуса встроено светодиодное кольцо, которое придает роботу еще более футуристический вид. Гаджет комплектуется специальным кольцевым магнитом, предназначенным для чистки внутренних поверхностей стекол аквариума от водорослей. Прибор встроен в литий-ионный аккумулятор, который заряжается через специальный разъем, расположенный на корпусе устройства. Робота можно запрограммировать на очистку определенного участка стекла аквариума, или же он сам самостоятельно способен просканировать аквариумное стекло и вскоре очистить его. Робот способен работать через облачный сервис, и, будучи подключенным к интернету, возможно полностью управлять всеми его параметрами. Ожидается, что по предварительному заказу его стоимость составит 100 долларов, при этом в розничной сети цена устройства будет около 300. Следующее устройство было бы сложно обвинить в отсутствии стиля. На рекламных баннерах и собственном официальном сайте эта вещица выглядит очень неплохо и продается как модный гаджет для здоровья. По сути, это ингалятор, который поставляет ваши легкие полезные ароматы, способные оздоравливать ваш организм по необходимости. Вдохновленный традиционными травяными средствами Zero Degree, так он называется, содержит уникальную смесь чистых экстрактов трав. Он был разработан для достижения терапевтического аромата, который способен снять стресс, улучшить работу мозга, расслабить мышцы и даже избавить от никотиновой зависимости, заменив сигареты. Устройство компактное и удобное в ежедневном использовании. Благодаря простому повороту воздух может проникать через отверстия, расположенные на задней части ингалятора, и поток проходит через специальный растительный материал. Пользователи могут просто наслаждаться ароматом, сделав несколько глубоких вдохов через переднее отверстие, чтобы добиться немедленного эффекта. Насколько это устройство полезное, покажет время. Стоит игрушка 11,5 долларов. Следующую новинку нам представляет компания Xiaomi. И мало кому известно, что эта компания уже давно зарекомендовала себя на рынке смарт-устройств для дома. Система уже умеет оповещать владельцев о взломе, задымлении, протечке газа, а цветы напоминают, что их пора полить. Но одного важного компонента до сих пор не было. Теперь есть. Полезный для каждого дома – датчик протечки воды. Новый гаджет создан для обнаружения протечек воды и отправки сигнала тревоги на смартфон. При наличии специального оборудования вода перекроется без вашего вмешательства, но это дорого. А вот приобрести такой датчик вполне возможно. Хотя бы вовремя узнаете о протекшей в доме батарее или канализации. Датчик имеет диаметр 5 см, толщина составляет 1,5 см. Устройство выполнено из пыли и водонепроницаемого материала, который приспособлен для долгосрочного контакта с водой. Датчик характеризуется низким энергопотреблением. Производитель заявляет два года работы от одной батарейки, которую в дальнейшем можно заменить. У устройства имеется скрытая кнопка для настройки взаимодействия с системой MyHome. Датчик не требует специальной установки, достаточно просто положить его в предположительное место протечки – под раковину или под батарею. Его уже можно купить на Али или Гербест по цене 780 рублей. О следующей вещице, пожалуй, мечтают все, у кого есть дети. Лично я уже давно присматриваю подобное устройство в различных магазинах. Что такое сейф, знает каждый. И многим знаком принцип его работы. А как вам сейф, который можно открыть с помощью смартфона? Сейф сам сообщит вам о грабителях. Он откроется для вас, даже если вы в другой комнате с помощью Bluetooth. И вообще он шикарен даже внешне. Называется этот матовый красавец Wi-Fi Safe First Alert. Он прекрасно лазит с интернетом и избавит вас от необходимости запоминать очередные цифровые комбинации. Открыть его сможете только вы и только со своего смартфона. Хотя, если вдруг захотите, то сможете дать доступ и другим членам семьи. Такой сейф спасет ценные для вас вещи от нежелательных рук, а ваши нервы от беспокойства. Жаль только, что это первоклассное устройство пока еще не поступило в продажу. Надеюсь, это случится уже скоро. Последний герой нашего топа поможет вам организовать свой кинозал, где бы вы ни находились, и хорошо провести время с компанией или одному. Речь идет о стадюймовом проекторе с функцией Bluetooth-колонки, который выглядит, как обычная алюминиевая банка из-под газировки. Компактный гаджет оснащен всенаправленным динамиком мощностью 5 Вт и работает под управлением Android 7.0. Помимо своей основной функции, Capsule, так он называется, можно использовать как обычную беспроводную колонку. Устройство способно проецировать изображение размером от 20 до 100 дюймов с расстояния до 3 метров. Разрешение картинки 854 на 480 пикселей, а яркость 100 люмьер. Capsule работает на базе процессора Cortex-A7 и имеет 1,8 ГБ памяти, а также модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Источником видео в проекторе могут быть файлы со встроенного накопителя, подключенные через HDMI-устройства или потоковые сервисы вроде Netflix, которые можно установить из Google Play. Аккумулятора 5200 лампер-часов хватает на 2,5 часа воспроизведения, чего как раз будет достаточно для одного полнометражного фильма. Слушать музыку в режиме Bluetooth-колонки можно на протяжении 40 часов. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку и всего за час заряжается до 70%. Заказать проектор можно за 269 долларов на Indiegogo. Такой проектор способен скрасить вам холодные зимние вечера с близким человеком, создав приятную романтическую обстановку. Любите друг друга, смотрите хорошие фильмы и смотрите программу ХайТек, ведь только с нами вы никогда не перестанете удивляться. Увидимся через неделю. Я сейчас вам скажу, что не надо подписаться на канал и еще, конечно же, лайк. Субтитры сделал DimaTorzok